В республике 109 мостов и 7 путепроводов на пересечении автомобильных дорог с железными. Часть из них обновят. Уже начаты проектные работы по трем объектам в рамках федеральной программы. Об этом и многом другом говорили на заседании коллегии Минтранса. Вопросы транспорта и дорожного хозяйства в числе приоритетных для правительства региона. Именно от их оперативного решения зависит во многом развитие экономики. К сожалению, в последние годы средства Дорожного фонда использовались не в полной силу. То есть у нас оставались остатки в бюджете Чувашской республики, то есть в Дорожном фонде Чувашской республики, что, конечно же, у населения вызывало недоумение. По мере продвижения всегда будут открываться новые возможности. И для того, чтобы оставаться на рынке, оставаться конкурентными, мы, конечно же, должны быть всегда готовы меняться. Так что Минтранс ставит глобальные задачи на ближайшую пятилетку. К примеру, в 2021 году хотят заняться реконструкцией мостов и путепроводов. Они сейчас в аварийном и предаварийном состоянии. Кроме того, планируется запустить программу по устранению грунтовых разрывов при строительстве внутрирайонных участков автомобильных дорог. Речь о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. По поручению в Рео главы Чуваши, Минтранс уже приступил к ликвидации такого разрыва между Марпасадским и Козловским районами. Сейчас работа на этапе проектирования. Также республика участвует в реализации федеральных проектов строительства высокоскоростных транспортных магистралей. Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань-М12 и железнодорожная магистраль Москва-Казань. Еще один приоритетный масштабный инвестиционный проект – это реконструкция аэровокзала. Примерная сумма вложений в данный проект около 500 миллионов рублей. На текущий момент проектно-смертная документация готова. Планируется, что осенью текущего года реконструкция аэровокзарного комплекса начнется. Говорили и о расширении рынка газомоторного топлива в республике. Чуваши – один из 21 региона, которые вошли в эту программу. Пока у нас всего одна газонаполнительная компрессорная станция в Чебоксарах. В планах построить еще две. Также в этом году планируется обновить парк троллейбусов за счет субсидий из федерального бюджета. Пока есть договоренность на 68 новых троллейбусов. В связи с ограничительными мерами транспортная отрасль потеряла до 70% прибыли. Восстановление идет непросто. И здесь не лишней была бы помощь государства. Напомним, об этом говорил на одном из совещаний в июне в Рио главы республики. На возмещение этих убытков из республиканской казны выделено более 79 миллионов рублей. Пятилетняя комплексная программа развития республики позволит детально организовать работы на всех уровнях. Это будет способствовать привлечению федеральных ресурсов и частных инвестиций. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.